Итак, братва, первым делом мы пробиваем игрока под ником TakanashiRampage, и он как раз в сети, нужно ему позвонить, чтобы договориться. И ещё в прошлой серии он мне предложил схему, по которой я спокойно смогу пойти фармить подземную шахту. Всё, что мне нужно было сделать, так это добавить человечка в дискорд, но он не принял мою заявку. Окей, пишем Takanashi, что я хотел бы залетить в шахту вместе с ними, и тут нужно будет общаться. Короче, братва, все вопросы по поводу шахты мы порешали, и как раз она начнётся через 1 час. И вот даю вам гарантию, вы будете в шоке, я никогда не мог подумать, что такое бы случилось. Арендовать сейчас суперкирку будет не самым правильным решением, в киосках загнули цены по 2 ляма за час аренды, так что возьму впритык перед самим началом. Разумеется, перед фармом нужно ещё закупить бронежилеты и пиво, ну и так, по мелочи, вроде я чётко подготовился. В очередной раз подаём объявление, что я заселюсь в Икс-2 дом, и я вообще не думал, что это окажется такой сложной задачей. Опачки, кого же я встретил, это комбина прокопов, и насколько я помню, он частенько меня дымил в шахте. А сейчас он просто бегает за мной, какой в этом смысл, я честно сказать не знаю. Итак, закупаем ящики Майнкрафта, ещё ящики джентльменов, и конечно же, это всё ради батлбаса. О, подожди, так тут фургон возрождения за 3 миллиона, чего-чего? Он точно ноликом не ошибся, это изи сейчас будет перепродажа. Потому что в батлбасе это финальная награда за улучшенный пропуск, 3 миллиона, это вообще не деньги. А, подожди, здесь количество заряда минус 1 из 4, и это что получается? Заряды восстанавливаются с помощью тёмной материи? Вот откуда я мог знать эту информацию, ну вот откуда? Что уж делать, такие скам-моменты бывают. Ну что, ограничение батлбаса спало, я закупаю ключи для открытия ларцов, и как раз таки запускаю открытие, где раз за разом выполняются задания. Вот такое я люблю, правда по призам никак не вылазит зелёная надпись, что я выбил дорогой предмет. Закупаем ещё ларцы, ну и быстренько их открываем. Лимит в батлбасе, где я на 30 уровне. Так, братва, до шахты остаётся полчаса, и думаю, нужно пополнить свой сет аксессуарами. В центре гетто обычно сдают заряженные акции, и вот энергетический чемодан, думаю, будет тему. Минусуем 3 миллиона за 2 часа аренды, и тут бонус плюс 3 урона, шанс оглушения, и ещё шанс избежать оглушения. Так как нимба у меня нет, давайте возьмём админ маркер за 2 миллиона, и здесь шанс 20% на крит урон, и ещё нашивка третий лавел на защиту. Подожди, комбина, говорит, я ждал, чтобы взять, а ты пришёл и забрал. Чего? Так а кто тебе мешал их взять сразу? Я собирался для шахты, где тут моя вина, ну камон. Залетаем на ферму, здесь тоже есть киоски, ну и что ж, супер кирка здесь дешевле, берём за 1 и 2 кк, правда без заточки. Вот теперь в принципе можно сказать, что я полностью готов, и у меня минус 71% урона, 4 хп в минуту, плюс 27 урона, шанс 69% на крит урон, ну и ещё 13% шанс оглушения. И чтобы точно вас удивить, посмотрите, с кем я сдружился, это тот самый лорд Рампейдж. У нас с ним были серьёзные разборки, где он в шахте всегда пытался меня задэмить, но сегодня я буду в роли его напарника, где Сеня Рампейдж по братски передал мне 10 кусков мяса. Хотя ещё пару дней назад мы с ним были, так скажем, не в самых хороших взаимоотношениях. Ну что, людей здесь как всегда вагон, и мы залетаем в эту мясорубку. Смотрите внимательно, Фома Рампейдж бежит, занимает определённый участок, а именно по прямой и эту двойную шахту. Здесь все друг друга знают, и своих они не трогают, а вот этот Серёга просто не знал. В ходу плюсуем лорец со Z монетами, и я первый раз за всю игру на Аризоне попробую провести полтора часа в подземной шахте. Плюсуем золото, ну и конечно же хочется глянуть на заработок, стоит ли в будущем ещё раз договариваться с Фомой Рампейдж, чтобы и дальше ходить сюда фармить. Окей, вы спросите, так а на каких условиях тебя сюда пустили? А тут всё просто. Так как у меня вкачана премка на крафта, именно увеличенный шанс крафта, то теперь я не имею права им отказать в помощи. Это концепция вин-то-вин. Они на шахте меня не трогают, а я в любой момент помогаю с крафтами, все в плюсе. Ну и ещё есть секретные договорённости, о которых я вам не расскажу, но вы попробуйте догадайтесь в комментариях. Делаем ювелирную фоточку на память, пацаны конечно мощные, ну и давайте я вам расскажу о правилах в самом клане. Если кто-то уже добывает ресурс, запрещено спивать и пытаться его своровать. Вот я выбил алмазный камень и продолжаю дальше копать, хотя челики с огненной киркой спокойно бы откопали быстрее. Плюсуем металл, ну и в принципе тут главное взаимоуважение, где ой-ой-ой, меня красиво задэмили. Ничего страшного в этом нет, минусуем 4 стака и возвращаемся в шахту, где игрок просто не знал, что я свой. Ещё одно правило это каменные человеки или в просто народе големы, которых если убивать, то с них будут выпадать эти самые камни для добычи ресурсов. Соответственно, если голема убил ты, значит камушек твой, но Чунга-Чанга не наш и он ювелирно украл мой ресурс. Откапываем по мелочи камушки и вот господа, я никак не могу достать прочную ткань. Ради её все сюда и приходят, и я в том числе, но с удачей у меня реально проблемы. Я заметил, что мне реально нигде не везёт, ни в крафтах, ни в подземной шахте, ни в казино, нигде. Плюс им золото, металл, ну и ещё раз золото. Ещё момент в том, что я работаю без респиратора и мне нужно регулярно пополнять сытость. Хотя все опытные оформилы давно накрафтили респираторы и себе полноценно работают. Ну что, Payday пришёл и первые 30 минут я отработал. Где виднеется один ларец со зе монетами, 6 золота, 5 алмазов, 21 металл и 30 камня. Раньше прочная ткань выпадала очень часто, но вот сейчас вообще ни в какую, а это были бы лёгкие там 17-18 миллионов за одну раскопку. Ну хоть выбил ещё один ларец со зе монетами. Его продавать другим игрокам нельзя, только самому активировать на свой аккаунт. Если что, сами камушки спавнятся в шахте регулярно, примерно один раз в 6 минут, а вот големы спавнятся каждую минуту. И аксы нам нужны были для того, чтобы их быстрее убивать. Ой-ой-ой, а тут, ребятишек, то завалило. Такое иногда бывает и в принципе при большом желании можно постараться их откопать. Я вот отнёс в мусорку один камень, но это реально займёт очень много времени. При условии, что шахта скоро закончится, мне объяснили, что можно и не напрягаться. А вот и, собственно, завал сам по себе испарился, и время аренды кирки подходит к концу. Бэйдэй в 20.00, а это значит, что я уже наработался, и вот Конор выбил 3 прочные ткани, а в деньгах это миллионов 50. Кентора, в свою очередь, тоже хвастается ресурсами, ну а мне похвастаться, к сожалению, нечем. Вылетаем на улицу и давайте подсчитывать прибыль, где 168 камня улетело на 4 миллиона 400 косарей. Цена скупки меня устраивает, и давайте открывать ларцы, где плюсуем 41 АС, 22 и ещё 41. В общем, вышло 104 АЗ Коина, и если бы их мы покупали у Ботана ЦР, мы бы заплатили за это 8,5 КК. Выставляем лавку на продажу, и при условии, что цены я указал очень даже адекватные, если подытожить прям всё-всё-всё, что мне выпало, то это примерно 30 миллионов. Господа, это самый минимальный заработок, который только мог быть на шахте, это прям самый-самый минимум, потому что мне не падал шахтёрский сплав и прочная ткань. А при оптимальном раскладе здесь можно делать по 50, по 60, а с огненной киркой и того по 100 миллионов за полтора часа. Продажи уже пошли, ну и что ж, на балансе 773 миллиона, и я как раз-таки отбил все деньги, которые я потратил на ларцы для батл пасса. Ну что, господа, наступил у нас новый день, который мы начинаем с поисков Х2 дома. Я никогда в жизни не мог подумать, что этот процесс поисков займёт у меня ну так много времени. Параллельно можно снять прибыль с майнинг ферм, ну и по мелочи закупить энергобатончики, где чтобы чутка поездить на скейте, я заплатил 5,7 миллионов, ну и цены, конечно. Опачки, а вот и наконец-то нашёл Х2 дом, правда цена 250 миллионов за месяц. Будем пробовать торговаться, и вот вам пример, как искать себе тиммейтов на шахте. Просто подавайте объявление в VR-чат, по-любому найдёте и будете себе фармить. Опачки, а кто это у нас такой? Это же Пацифик Оушен, который уже прям бежит ко мне. О, так это сдаёт Х2 дом его друг, и он отошёл покакать, я понял. Так, братва, мне уже надоели звонки по поводу инвайта в больницу Джефферсон, поэтому, Паркер, понись меня, это нечестно, держать меня на должности заместителя. Встречаемся с ним лично, и вот теперь я законный седьмой ранг, вот так вот будет по справедливости. Ну что, господа, наконец-то этот момент настал, владелец Х2 дома зашёл в игру. Пытаемся чуть торговаться, а он говорит, и так со слотами проблемы, поэтому 240 миллионов. Обговариваем все условия, что я подселяюсь до 20 июля включительно, ну и говорит, у меня нет слотов. Я догадывался, что может быть такая подстава, поэтому выкупаем дополнительный слот для дома за 60кк. Ну и подселяемся в его дом, где, кстати, всех комнат аж 10, и только одна из них была свободная. Ещё раз благодарю его за подселение, мы залетаем в банк, мы переводим всю сумму аренды. А я смотрю, там комка чутка сожрала, поэтому докидываем всё остальное. Звоним на телефон, он это подтвердил, и надеюсь, меня никто не заскамит, а то было бы печально. Вы спросите, почему я так сильно загорелся этим Х2 домом, а тут всё просто. Пришёл Payday, и я получил 331 тысячу зарплаты, ещё 418 тысяч депозита. А при условии, что за час приходит 2 Payday, то я буду зарабатывать в АФК полтора миллиона за час. Это на самом деле огромные деньги, и я ещё не считаю начисления TheCoin, которые тоже удваиваются. В принципе, можем целый месяц не снимать прибыль, и посмотреть, что из этого получится.